Хутор-Утаж – один из удаленных населенных пунктов. Население порядка 700 человек, более 100 из них – дети. Свободное время они проводят на этой детской площадке. Ей более 10 лет, конструкции устарели и требуют обновления. Также сюда просится и комплекс спортивных тренажеров. Многие даже взрослые люди занимаются спортом, бегают по поселку. Детки, школьники, подростки тоже. Турники мы можем и сами установить. Нам главное – тренажеры и площадка, чтобы не была она такая по технике безопасности металлическая и не падала, не ржавела, не ломалась. По факту это единственное место в хуторе, где могут собираться не только маленькие жители, но и ребята постарше. Установка спортивных снарядов, по мнению жителей, решит проблему досуга сельской молодежи. Площадка нам нужна для того, чтобы проводить полноценные мероприятия, спортивные мероприятия, так как детям негде заниматься больше. Это единственное место, куда может приходить молодежь, подростки, провести свой досуг, свое время. А в Станице Благовещенской предложили к рассмотрению сразу четыре проекта. Один из них – реконструкция стадиона. Здесь нужен ремонт детских аттракционов, а также комплекс спортивных тренажеров. Не помешало бы и качественное освещение, чтобы можно было заниматься спортом и в вечернее время. Мы, жители Станицы Благовещенской, очень обрадовались, узнав, что мы вступили в программу по благоустройству «Комфортная среда». Это даст нам возможность осуществить многолетние планы по благоустройству нашей Станицы, чтобы она была еще краше, еще лучше, современная и очень любимая и жителями Станицы, и гостями курорта. Также Станичники включили в проект замену деревянной основы на детской площадке в центре Благовещенской и озеленение зон отдыха. Здесь же благоустройство пешеходной дорожки, ведущей к морю. По проекту «Формирование комфортной среды» мы включили дорогу в протяженности километров, центральная наша дорога, которая идет к морю. Летом здесь очень много людей ходит на море, но отдохнуть, сидеть людям, которые… ну негде, абсолютно негде. Какие проекты воплотят жизнь в первоочередном порядке, решат сами жители. 18 марта у каждого будет возможность проголосовать за свой парк, сквер или двор. Счетные комиссии расположатся вблизи избирательных участков. Сама программа рассчитана до 2022 года. Руслан Душевский. Анапа. Регион.